Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас в 2019 году. Сегодня 1 января 2019 года. Сегодня для вас мой подарок – это гороскоп на январь месяц, который я назвала «Любовь и деньги в январе». Сегодня мы поговорим о Венере. Венера, наконец-то, в январе, через неделю, на православное Рождество, меняет знак. Она переходит в знак зяка «Стрелец». Это освобождение Венеры. Это ее личное достижение невероятное, когда она чувствует себя мудрой и самодостаточной. Она не просто в гостях у Юпитера в «Стрелце», она будет соединяться с Юпитером, который сейчас, как вы помните, конечно же, в «Стрелце», в своей обители. Точное соединение двух главных планет счастья в астрологии, «Большое счастье гороскопа Юпитер» и «Малое счастье гороскопа Венера» случится 21 января на лунное затмение в знаке зяка «Стрелец». Венера и Юпитер – это стопроцентное счастье, удача, улучшение, как минимум улучшение любовных отношений у всех у нас. Этот аспект соединения будет, вообще-то, долго. Он будет сначала сходиться, потом расходиться. Но вот ориентируйтесь, главным образом, на 21 января. Постарайтесь улучшить отношение к этому числу. Потому что вы помните, что звезды благоволят тем, кто благоволит себе. Да, планета удачи Юпитер часто дает подарки просто так. Но лучше поработайте. И лучше поработайте, чтобы счастье точно было в вашей жизни. Так вот, период удачи в любви – это период с 15 января по 28 января. Венера – соединение Юпитер. Но и это еще не все. Кроме этого соединения, на небе наблюдается тригон между Венерой и Марсом. Этот тригон будет точным 18 января. Однако уже сегодня Венера в тригоне с Хероном, который в связи с Марсом, и энергия уже перетекает в это русло. Это русло проявленной любви. Марс в Овне – это самая чистая, в чистом виде, концентрированная мужественность. Венера, перейдя в Стрелец, попадет также в стихию Огня. Марс в Огне, Венера в Огне – это страсти. Это любовь, страсть, энергия, жизнерадостность, вообще продвижение. Очень мощная энергия продвижения у нас начинается в январе. Это словно бы пробуждение и расширение в первую очередь. То есть двигаться мы будем, скорее всего, сразу к нескольким целям. Но первая главная цель – это любовь. С 5 января по 29 января тригон Венера-Марс. Как вы видите, эти два аспекта совпадают. Соединение Венеры с Юпитером и тригон Венеры с Марсом. И чтобы вы сориентировались более четко для себя, хотя, напоминаю вам, это общий прогноз, все-таки более точная информация сейчас для вас по домам гороскопа. Ну, запомните прежде всего то, что для всех для нас такие транзиты сулят счастье в любви. Но, пожалуйста, не сидите и не ждите это, как манны небесной. Нужно трудиться, нужно что-то делать, потому что месяц Козерога – месяц труда. Сатурн – Сатурн соединяется с Солнцем, Плутон соединяется с Солнцем. Поэтому труд – это задача номер один. А любовь – это цель, ради которой также нужно трудиться. Вселенная будет помогать. Овны, у вас очень яркая, проявленная ваша личность, ваша самость. Марс в вашем первом доме. Поэтому, как ни для кого, для вас, то, что я только что сказала. Для тех овнов, кто хочет отправиться в путешествие, возможно, именно там, за рубежом, вы встретите любовь, если вы одиноки. Если вы уже в отношениях, по особенности, это ваши не первые отношения, здесь переход отношений на новый уровень, улучшение взаимоотношений. Тельцы – у вас больше энергии денег, нежели любви. Деньги от других людей приходят в вашу жизнь, как подарки в этот период. Близнецы – у вас как раз-таки Венера в первом доме. Поэтому вы, скорее всего, будете инициатором либо новых любовных отношений, либо перевода имеющихся отношений на новый уровень. В любом случае, это улучшение отношений, потому что Марс в одиннадцатом доме – это дом мечты. Ваша мечта о любви осуществится, если вы приложите усилия. Если вы будете любить своего партнера, Венера в седьмом доме, в доме партнера Раки. Для вас, для козерогов, трудно сейчас вычленить какую-то одну тематику, потому что у вас по всем параметрам идут изменения, по всем параметрам у вас энергия проходит. Да, у вас Венера в шестом, Марс в десятом, и это о работе, это о карьере. Но не хочу вас ограничивать понятиями работы и карьеры, потому что, скорее всего, для вас карьера сейчас в значении вашего продвижения по жизни в целом, по всем сферам вашей жизни, напоминаю вам Раху – северный узел развития в вашем первом доме. Поэтому развивайтесь, идите на страхи и преодолевайте их. Львы – вы самые большие счастливчики и везунчики, потому что Венера в вашем пятом доме, собственно, в доме любви. А Марс в девятом доме – это дом Юпитера, того самого, с которым Венера соединяется. Поэтому у вас все, у вас просто удача в любви. Вот для вас действительно можно расслабиться и просто ждать у моря погоды. Может быть, правда, у моря, потому что девятый дом – это дом путешествий. Итак, хороший период для тех львов, кто только начинает встречаться, и для тех, кто заключает второй брак по девятому дому, также чудесное время. Девы, для вас, как и для тельцов, прежде всего, денежная тематика активно. Любовь сейчас к вам приходит через деньги, в первую очередь, потом уже через подношения. Весы. Седьмой дом. Марс в седьмом доме. Венера в третьем доме. Это знакомство с будущими потенциальными супругами, с мужем, женой. Если вы уже в браке, то здесь должна вас, несомненно, должна вас предостеречь от конфликтов с любимыми людьми. Марс пылкий, жаркий. И да, он страстный, он напористый, но в то же время он может быть и в негативном ключе, чрезмерно воинственным. Не воюйте с теми, кого нужно любить. Скорпионы. Для вас также, прежде всего, тема денег. И это поступление именно в ваш кошелек денег. Венера в доме денег. Юпитер целый год в доме ваших денег. Поэтому у вас целый год денежный. Но этот месяц особенно ярко будет проявлен для вас, скорее всего, событийно. Для вас возможно повышение зарплаты. Для вас возможно повышение по работе, в результате этого повышения зарплаты. В любом случае, Марс в вашем доме работы, поэтому работы у вас будет много. Используйте свой труд, свое служение в качестве источника доходов. Монетизируйте любой свой труд, любое свое служение. Стрельцы, и Венера, и Юпитер в вашем первом доме. Для вас мои поздравления многократные. Для вас также можно расслабиться, но все-таки я вам не рекомендую этого делать. Все-таки пятый дом, это дом азарта. Поэтому, если вы уж чрезмерно заиграетесь в любовь, здесь могут быть неприятности. Не играйте в любовь. Живите любовью. И главное, по Венере и Юпитеру в вашем первом доме, будьте любовью. Вы должны щедро дарить свою любовь. Козероги, аналогично, как и раки, вы встречаете энергию, по всем фронтам и во всех направлениях. Это фейерверк вашей любви. Этот год и этот месяц. Венера в 12 доме. И Юпитер в 12 доме. 12 дом – это дом духовности, развития, медитации, погружения в себя. Это дом с самых дальних горизонтов, дом невидимого, дом снов, фантазии, мечты, выхода не то чтобы в стратосферу, на другие планеты, в другие реальности. Там у вас любовь. Там у вас Юпитер. Это время, когда ваша любовь одухотворяется. По 4 дому – это основа основ. Вы закладываете сейчас основы своей жизни. Может быть, кто-то из козерогов, а я уже знаю, что козероги уже стали заключать браки. Это уже происходит с ними с лета. В декабре эта ситуация актуализировалась. Так вот, козероги, для вас не только официальный брак. Для вас возможно венчание по 12 дому. Для вас возможен духовный союз. Может быть, вы заключите неофициальный брак, но это брак, посланный небесами. Возможно, посланный вашим родом. 12 дом – дом рода, дом предков, дом прошлого. 4 дом – дом семьи. Родственные отношения, отношения близкие, семейные – это любовь к семье, любовь к семье, любовь к земле. Однако, по Юпитеру в 12 доме вас могут дождать и чудесные путешествия. Для кого-то из козерогов, возможно, даже иммиграция. Или какое-то, к примеру, свадебное путешествие на берег какого-либо прекрасного океана. В вашем первом доме южный узел. Этот узел снова-таки намекает на прошлое, на карму, на тот мешочек, который вы, как Дед Мороз, принесли с собой из прошлой жизни и из этой жизни, что вы уже наработали. Доставайте оттуда таланты, доставайте оттуда способности. У вас есть способность построить чудесные отношения в этом году. Или улучшить имеющиеся, не просто улучшить, а расширить их невероятно, возвысить их невероятно и одухотворить. Водолеи. Ну что же, Венера в доме мечты, в 11 доме. Это реализация любой вашей мечты, если вы любите то, что хотите. Вот если ваша мечта любима вами, не надумана. Если это какая-то ваша действительно мечта сердца, то она точно реализуется, точно осуществится. Марс в третьем доме вам будет помогать информация, которую вы получаете самостоятельно. Активно находите нужную для вас информацию. Также вам могут помогать путешествия, недалекие контакты. Чем больше вы контактируете, тем лучше. Дом братьев и сестер, третий дом. Поэтому вашу мечту может осуществить ваш брат или ваша сестра, или какие-то другие близкие родственники. Или недалекая поездка осуществит вашу мечту. Может быть даже неожиданно. 11 дом – это дом руки небес, подарок с небес. Там Марс, ой, извините, там Венера. Марс у вас в третьем доме. Там Юпитер. Поэтому это рог изобилия для вас. Ловите дары, будьте готовы их принимать активно. Активно по Марсу ловите. Рыбы – денежная тематика прежде всего. Однако Венера в вашем десятом доме может повысить вас в статусе не только за счет того, что у вас приход денег. А он у вас точно есть. Это может быть и брак статусный брак. Это может быть и рождение ребенка, которое приносит вам обогащение и дает вам новый статус. Здесь для вас возможна ситуация, когда появление ребенка подталкивает вас к созданию, заключению официального брака и к серьезности. Марс все-таки в доме денег обязывает вас быть более серьезным, рассчитывать свои доходы и рассчитывать на себя. Повышайте свою самооценку. Для вас также актуальна тематика любви к себе в этом месяце, в январе. Всего доброго, дорогие друзья. Желаю вам чудесного января месяца. Субтитры сделал DimaTorzok